Аким Житесусского района отчитывался перед населением за проделанную работу в прошлом году. Так, в 2013-м в этом районе протянуто 36 километров новых газовых сетей, из существующих 132 километров канализационных сетей заменено 19 километров. По программе «Ветхого жилья» продолжается строительство двух жилых многоэтажных домов, завершат его в этом году. Весь прошлый год в Житесусском районе проводились рейды по санитарной очистке и благоустройству. Жители района больше всего интересовал вопрос запуска нового общественного транспорта. По нашему району три маршрута у нас проблемные – 48, 70 и 123. И по этому вопросу мы работаем по увеличению графика движения автобуса. В Турксибском районе основной проблемой остается изношенность трубопроводов. На сегодня они составляют 60% всех линий водоснабжения и канализации. Одна из наболевших проблем – нехватка мест в дошкольных учреждениях района. Три тысячи двести восемьдесят восемь детей в очереди сегодня находятся, при том, что более четырех тысяч имеются в детских садах. Но также этот вопрос, он для нас не пустой, не, так сказать, неизвестный. В этом отношении работаем. В этом году, в конце прошлого года один садик открыли. И в этом году четыре садика у нас идут на сессию усиления с ремонтом. Жители Аозовского района в большинстве интересуют коммунальные темы – освещение во дворах, работы КСК и обязанности участковых. После этого глава района поручил всем участковым провести сходы во дворах, лично познакомиться с каждым жильцом и наладить работу с КСК. Эти же вопросы волновали жители Алмалинского района. В этом году количество жалоб снизилось на 30-40%. По сравнению, конечно, с прошлым годом вопросов и обращений меньше, в целом меньше. Поэтому я считаю, что это общая работа Акимата города Алматы. Идет целенаправленно системная работа с населением, идет работа с кооперативными собственниками квартир, нашими коммунальными службами. И мы эту работу будем в этом направлении продолжать, чтобы обеспечить нашим жителям комфортное проживание. За прошлый год в Бостон-Дыкском районе отремонтировано около 14 километров дорог. Произведен ремонт дорожного полотна 18 улиц, а в целях разгрузки города в прошлом году завершено строительство трех транспортных развязок. В целом выделены и бюджетные средства, а их свыше трех миллиардов тенге освоено районом Акиматом в полном объеме. Более 100 объектов, около 1400 новых квартир, поликлиник, школ и детских садов – это еще не все, чем может похвастать самый молодой и густонаселенный Аллатовский район. Здесь решены многолетние проблемы с самозахватом земель, и сейчас уровень комфорта и возможностей для жителей района только растет. Особенно заметны результаты в плане здравоохранения и образования. И все же положительных результатов, проделанных за прошлый год в работе, намного больше. Открыто четыре школы в разных микрорайонах по 1200 мест каждая. Также в 2013 году были введены в эксплуатацию две городские поликлиники. Газифицирована северо-западная часть микрорайона Шанрак-2. Еще поданы заявки на проведение 114 километров газовых сетей в 14 микрорайонах. Нельзя сейчас просто, можно сказать, требовать, иногда, может быть, мы хотим, чтобы это все решилось в один день и решилось мгновенно. Но Москва, как говорится, не сразу строилась, а Алатаускому району всего пять лет. И за пять лет такой прогресс вложения финансовых средств и прогресс в становлении инфраструктуры района, это тоже можно отдать должное. Сейчас все усилия местных властей направлены на строительство индустриальной зоны, на территории которой будет сосредоточено более 100 промышленных предприятий и созданы новые рабочие места. Кроме того, в Алатауском районе уже активно идет строительство городка, где будет проходить большинство соревнований Международной универсиады в 2017 году. О том, как прошел 2013 год в Медовском районе, рассказал на отчетной встрече район Иаким. Сегодня в бюджет страны от налоговых платежей района поступило свыше 300 миллиардов тенге, а в городской около 70 миллиардов. Таким образом, темпы роста по сравнению с позапрошлым годом увеличились более чем на 106%. Айжан Курмашева, Елкунжан Ашимжанов, телеканал Алматы.